Вирусы Есть организмы, которые по размерам еще меньше, чем вирусы. Их называют вироиды. Вироиды инфицируют преимущественно растения, причем так надежно и устойчиво, что выздоровление растений не происходит. И сейчас в сторону вируидов направлено внимание ученых, потому что они хотят их использовать для генетической модификации растений. Я считаю так, что то, что растет и чем мы питаемся, этим питаются и бактерии, и другие животные и так далее. И все это употребляется нами и признается качественным, если это можно съесть, грубо говоря. Вот когда я вижу качественную кукурузу, которая ничем не болеет, или такие же другие какие-то овощи, гладкие, то я понимаю, что их не хотят есть. А если не хотят их есть, значит что-то в них не то. ГМО это вообще достаточно болезненная тема, и ее еще изучать будет на самом деле минимум несколько десятилетий, потому что могут быть отдаленные последствия. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Была ситуация, когда боролись с колорадским жуком и создали систему, которая влияла на половую сферу этого жука. Поев этой картошечки, жук перестал плодиться и не столь вредил картофельным полям. Соответственно, покормив стадо свиней этой картошкой, в течение года практически не замечалось никаких аномалий. А вот уже потом, на более длительном сроке, стало заметно, что в контрольной группе, питавшейся этим картофелем, рождаемость резко упала. ГМО здесь вообще есть две стороны медали. Не надо говорить, что трансгенный организм это плохо. Трансгенный организм это нормально. Если мы говорим о том, что результат, который мы получили, действительно приносит пользу. Вот сделана была трансгенная коза, в геном которой был введен ген паутины паука. И в результате где-то порядка 50% белков в молоке было из тех самых белков, которые составляют паутины. Для чего это сделали? Для того, чтобы получить в больших количествах вот этот белок. Этот белок обладает уникальными свойствами. Например, он очень легкий и очень прочный. То есть он прочнее стали в несколько раз. И его, конечно, можно использовать широко. Начиная от бронежилетов и заканчивая космическими технологиями. Субтитры создавал DimaTorzok